В Бресте известный телеведущий и историк Вячеслав Бондаренко – гость особый. Раз в несколько лет он приезжает в областной центр, чтобы встретиться со своими читателями, обсудить изданные книги и даже вдохновиться на работу в новых направлениях, которых в одном только историческом векторе он нашел не один десяток. Сегодня в приоритете – семейные истории. Я решил с местной молодежью поговорить об истории семьи. Очень важно знать ее, очень важно знать своих предков, интересоваться этим. Я немножко расскажу о том, что удалось сделать мне в исследовании своей семьи, и, возможно, мой опыт будет этим ребятам в чем-то полезен. В этот раз в областном центре Вячеслав Бондаренко в роли гостя нового проекта «Человек-читающий», разработанного брещанином Иваном Старикевичем и сотрудниками Брестской городской библиотеки имени Пушкина. Цель инициативы – привлечь внимание молодежи к печатному слову, к шедеврам литературы. Что же касается Вячеслава Бондаренко, то он не только много читает, но и пишет сам. А на его сценарии снят не один фильм, где сам Вячеслав Васильевич снимался в качестве действующего героя. Ваше высокопреусходительство, вам пора. Разреши обратиться в Ваше высокопреусходительство. Служи. Ты на фронт? Германцев бить. На фронт. Дай тебе Бог удачи. Ваше высокопреусходительство. Я тоже пойду. Непременно пойду. Да не отбратиться. Ты учись. Я такой по жизни сиборит, то есть занимаюсь исключительно тем, что мне нравится. Если мне чего-то не нравится, я это просто не делаю, либо под разными предлогами от этого увиливаю. Поэтому, ну вот как-то хочется мне этим заниматься, я этим занимаюсь. От этого получаю удовольствие, и как ни странно, от этого получают удовольствие мои читатели. Значит, я делаю все правильно. Этим проектом я хочу доказать, что именно книжный вариант намного лучше, и что наши деды, прадеды, когда они читали книжку, они этим развивались больше, чем сейчас. Вот нынешнее наше поколение развивается на электронных книжках. И вот эти встречи, которые мы устраиваем вместе с библиотекой, это показатель того и пример того нынешнему поколению о том, что надо переходить именно на книжные варианты. То есть именно читать самому, а не с электронного варианта. Во время обсуждения юноши и девушки задавали герою вечера вопросы. Молодых людей интересовало, как автор пишет книги, какую литературу предпочитает читать сам, каковы его принципы в жизни и что значит настоящий успех. Активность юношей и девушек подтверждает тот факт, что инициатива будет иметь логическое продолжение. Уже в следующий раз гостем литературной гостиной станет талантливый брестский художник и мольер Николай Кузьмич.